утром готовим волшебные блинчики наше фирменное карельское блюдо это блинчики с сгущенкой и черникой но черники нет в этот раз еще на завтрак мы приготовили гречка по-купечески сухим мясом четвертый день похода выдвигаемся на сейд озера здесь такие в начале тропы информационные щиты про флору и фауну данного региона нам туда вот по такой тропе оборудованы красивом лесу это одна из цели нашего маршрута добраться до этого озера посмотреть его паться порыбачить на нем а вторая цель это подняться в горы нас лавозерские тундры полюбоваться видами оттуда тропинки здесь европейского уровня прям день чуть-чуть приболочено там такие помосты здесь помосты такие сделаны чтобы люди в лужу не шли молодцы молодцы северяне сделали для людей морожки сколько оранжевая поляна прям спела есть уже поляна красная красная морожка который красная это она еще зеленый но мне она больше нравится чем когда она спелая оранжевая хрустящая с него варенье а сама вот с такой и варить надо идем красивыми тропками куда-то вверх а там должно быть озеро в окружении гор очень жду посмотреть что же там за красота который мы так стремились все эти дни посмотрите уже озеро появилось на горизонте здесь тоже информационные щиты куевая местный великан который оберегает эти места мост кордон смотровая площадка экологическая тропа вот экологическая тропа здесь нарисована ну что сходил с лесниками познакомился пообщался они нам рассказали где интересные тропы где интересные места посмотреть вот собственно озеро сейчас пойдем изучать его вот эта тропиночка да прям по болоту проложена вдоль тропы такие информационные про каждое растение которое здесь растет и такие указатели ну и конечно простор морожки смотрите слева оранжевая все морожки вот еще росянка круглолисная а это мы называем северный хлопок сейчас на смотровую повернули да это фантастика прийти по болоту по такой мощенной тропиночки в окружении таких гор морожка прямо вот вот она рядом с тропой фото сессия лена на болоте березы борются с суровыми условиями когда высокий снег сильные ветра такие места еще называют пьяный лес танцующий или пьяный лес даже вот так причуденным образом они переплетаются на самом деле это просто вот она растет таких срок условия поэтому она вот такая становится ну вот собственно выходим на смотровую и голожопая привет голожопая о те скалы вот это скалы куева вон скалы хариусы видно прям со смотровой такая вода прозрачнейшие возле хариусы вот плавают ром хариус лена увидела первое далее здесь такое место для пикника но можно перекусить такой стол барная стойка интересно указатели написано разрешается разведение костров специально отведен с местом лов рыбы в соответствии с действующим законодательством игра сказали рыбу можно брать только больше 20 сантиметров менее 20 сантиметров отпускать рекомендуется использовать специальные оборудование места для стоянки привалов использовать газовые горелки примусы забирать мусор с собой много раз путешествую на байдарках по белому морю кандалашском заливе среди необитаемых островов мы все время наблюдали горы на горизонте заснеженные и это были лавозерские тундры вот они перед нами мы мечтали сюда здесь оказаться и вот мечты сбываются мы здесь что еще нужно для счастья с быча мечт любоваться великолепием этой северной природы чем мы идем дальше весь мушку нашел сейчас пойдем хариусового места ловить хариуса много раз на дальнем востоке ловили хариуса речного хороший экземпляр особенно на диких таежных речках озерного хариуса мы ни разу не ловили вот сейчас попробуем здесь именно озерный хариус кунжа голец наверное но больше не знаю какая здесь рыба питает в основном за захариусом то ехали пособирали немножко морожки очень оригинальный вкус у нее к спел а считается одна из самых дорогих ягод морожка до виды конечно здесь на миллионы сейчас идем к реке которая вытекает сейд озеро и впадает в лов озера в основном на этих болотах произрастает мох фагнум вот такой он консистенции такой пропитанной влагой на нем разет морожка клюква а вот уже и спелая морожка она такая уже водянистая как тебе здесь нравится нравится вот это цветущие растения мы называем северный хлопок интересно мягкая мягкая как шерсть собачки маленькой вот завтра хотим сходить вот на эти горы подняться высота 500 метров ну вот мы на берегу озера смотрим как наше звено рыбаков работает надежде поймать хариуса не знаю но на блесну пока не берет надо попробовать на поплавок и на мушку волшебные места тихая такой плеск речушки горы на горизонте а еще на болотах произрастает вот такая карликовая березка называется карликовая березка ерник у нее даже такие шишечки небольшие и листья такой необычной формы вот еще на болотах здесь произрастает растение не знаю будет видно россянка круглолистная это растение поедает насекомых из муравей сюда или паучок заполз прилипает прилипает и все и она питается насекомыми вот она сама это растение и вот видно волоски болото не так просто болото здесь много интересных растений здесь своя жизнь вот собственно кордон лесников у них своя видовая здесь шикарно решили исследовать правый берег сейд озера пробираемся с такими таежными тропками что там у нас за берег ох красотень какая огромное озеро а вот и пляжики можно купаться такая приятная мелкая галька как на море но на таком пляже с таким видом грех не искупаться заплыв а вот это видон вот это пляж вот эта погодка удивительное дело вот сижу я здесь в июле за полярным кругом и ловлю себя на мысли что я никогда не думал что нужно вот так же как у нас на черноморском побережье поехать поставить палатку походить половить побродить попить воду тут здорово но только все немножко другое но очень красиво и интересно мне нравится комары правда вот комары да но не но здесь то их нету вот мы загораем сейчас их нет всего три укусила сидим любуемся вдали горы на горизонте офигенный сейчас краснодаре адская жара а у нас тут 22 24 такая комфортная температура очень хорошо прям в восторге с этого места это какой-то не знаю это а какие закаты на белом море ребята кто если кто-то говорит что самые лучшие закаты на океанские не верьте самые лучи закаты это северные на северных наших морях и озера это на белом море на баринцевом море за полярным кругом это потому что они длятся на протяжении всей ночи разными красками от розового до бирюзового до голубого это все переливается это не описуем на зрелище вот и девчонки подтянули сюда на пляжик позагорать вон там мы на смотровой площадке занырнули где мы были раньше наделали красивых фотографий есть прекрасные виды открываются на горы не хочется уходить а надо идти готовить ужин потому что голод не тетка и в этом великолепном месте мы встретили нацию они почти наши соседи с кирчи привет на себя как вам впечатление от севера прекрасный вообще озеро очень красиво очень вдохновляющее очень хорошо здесь и хорошая рыбалка спасибо этому месту мой муж главный рыбак идет до главный рыбак идет здравствуйте может познакомились мои соседи окажем из коснодара расскажи где куева у нас вот как бы первый прибег и вот второй второй шапкой вот чуть понизу как раз фигура человека да там вижу куда до куевы ну полчаса трекингисты ходят на лифте вот ребята лагерь здесь классно вот такой пляж и тут такой лагерь уютненький дневка получилось дал достаточно активно как она должна быть не сидели в лагере сейчас только возвращаемся сейчас поужинаем еще дальше пойдем сейчас мы пойдем в усе реки там посмотрим нарезали гриб трутовик вот такими кусочками он долго тлеет комар очень боится этого дыма это народные средства но не знаю мы испытываем все время на себе как они действуют комаров родиме нет а ты чё делаешь я пытаюсь очистить тыкву для чего от кожуры басму сегодня на ужин мы ждали в володина фирменного блюда это у нас басма то есть у нас здесь разные виды овощей но самое то что фирменное отловы это здесь у нас тыква она во-первых дает такой цвет фантастический даже свежие помидоры сюда привезли закладываем это все капустными листами фольгой шухой чтобы сохранить сок и должны выпариться подставочка у нас подставочка такая сегодня четвертый день похода 15 июля и мы достигли ключевой точки нашего маршрута озера сейд озера остановились мы в заливе мотка в оборудованной стоянке и сегодня преодолев два километра вышли на озеро озеро фантастической красоты конечно в котловине из горных массивов лавозерских тундр с красивыми ущельями долинами скалой с куевой так называемым куй вы правда не видели но где-то там он был погодка шикарная целый день солнце чистое небо пытались ловить хариуса увы в этом не преуспели ну ничего мы попробуем еще раз опрашивали всех местных встречных рыбаков на что они ловят какая техника проводки и так далее ну в итоге у нас все то же самое и блесны такие же техники такие же но сегодня не повезло ничего в следующий раз поймаем что там получилось покажет вскрытие овощи получили собственном соку по ресторанам у красиво выглядит главный кулинар вова по разным вкусностям у нас вова главный басмач он сказал это ленивый котел в общем ленивый казан сухой казан почему называется именно так потому что не наливается сюда ни капли воды все овощи дают сок и они дают отличный бульон потому называется сухим казаном басмой на разный манер блюдо это кухня либо узбекская даже у татар есть такая кухня то есть восточные люди они знают толк казане вечером вышли небольшую экспедицию посмотреть где соединяется все до озера слов озером посмотрим муси реки как она выглядит но и просто покатаемся после ужина разомнёмся ну да вроде бы вот это пусть реки начал сейчас выхватил первого кулька у нас сегодня один с вечера вон домик отдали это наш лагерь смотрите какие здесь красивые колокольчики девчонки колокольчик заполярный и вы так хорошо ты знаешь как крыму у нас этот лебедь вот так тоже клевал носом они любят уже в камеру поклевать вы хорошо устроились вот такой музыкально нотки заканчивается четвертый день нашего похода и велики оставив след на звездном небе и корабли на ближнем рите дают протяжные утки и вдоль прибрежных городов летел сигнал быстрее вздоха скорее окончилась эпоха великих парусных судов когда сгорела катя сарк я видел сон в своей каюте дома где спят чужие люди холодные утренние великих парк но выше кранов и мостов причала пыль из лютых паров на грани яви кошмаров скотел серебряный осток куда-то вдаль за моряки отставит крест на вздохном небе и корабли на ближнем рите дают протяжные утки и сигнал быстрее вздоха скорее окончилась эпоха великих парусных судов мы думали музыкальная пауза все ограничено нет мы вспомнили что у нас есть добытые хореса сегодня пятый день похода вышли на радиальный маршрут на гору нинчур здесь она преобладающая вершина но мы надеемся с нее открывается виды хорошие переходим брод сегодня у нас небольшие таки локальные препятствия виде брода камни острые на дне хоть не скользкие здесь фотоаппаратом гребет в одной руке фотоаппарат другой одежды морковка ты как там нормально вот такая настоящая горная речка вытекает сей до озера и впадает лов озеро ах какие сегодня облака красивые ребята пробираемся заколдованной тропинкой по волшебному лесу дорога на вершину идет вот под вдоль такого ручья живописного по дичайшему лесу еле-еле просматриваем тропиночка для чего мы наверное ходим горы для того чтобы поднявшись на вершину лесезреть красоты окружающих гор ну и наверное ради видов которые открываются с этих гор вышли с леса уже начинаются такие бараньи лбы что-то миша водопадик да вот давайте в нем наберем прям пить охоту вкусно вода из ручья но водопадик очень красивый такой серебрится искрится шумит на склонах гор живописная дорожка еще один водопад вода вырывается как с турбины газ таким фонтаном и стекает сей до озера куда мы начали наш подъем немного открывается виды с озера от которого мы пришли а вот и первые снежники начинаются лесная тропа плавно превратилась тоненькую козью тропку по карнизику скал довольно таки опасно передвигаться уже но вот на этом участке тропа уже заканчивается и мы уже будем дальше и по рельефу идти так хаотично набросанные камни называют курумник гранитные глыбы ребята тоже карабкаются я на этот берег перешел вышел в такое ущелье ребята пошли по верху мой берег теперь не проходим как будут не выходить но такой здесь нежный интересно на одной ножке стоит собственно они рождают эти реки эти водопады вообще вот иду и не пойму если того челя выход на вершину дойдем до снежников самых высоких и посмотрим может быть оттуда доберемся если нет придется обратно спускаться этот маршрут на карте вообще не обозначен но вот со снежников вытекает достаточно высокий водопад метров 15 наверное высотой вдали и такое скалистые ущелья суровое и невероятно кого-то яркого цвета зеленого сочного такого в основном они темно-зеленые здесь какие-то такие ближе к лимонному цвету лена любит сердечные камни вот я и нашел сердечный камень в этом водопадистом ущелье но здесь уже только в лоб по курубнику страшновато да по курубнику надо искать новые камни которые не катятся и отдалило озеро откуда мы пришли множество островов да прогулочка конечно такие виды уже открываются чем выше в горы сердце колодца туду 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 но конечно подъемчик серьезный от бешеного страха ленка ты тоже я читал что в этих местах места силы и женщинами случаются истерики ни с того ни сего просто вот именно вот на этой вершине куда мы поднимаемся но я думаю повод был какой-то раз истерики случались после таких подъемов видно уклон наш градусов 30 и но я думаю самый трудный участок подъем преодолели уже началась так называемая зеленка но здесь хоть какие-то растения растут за которой можно держаться и на них нога более устойчиво стоит но чем выше тем конечно больше высоты вокруг ну чё там выпала что более-менее да да мама мы оттуда создано да он оттуда у вас как впечатлен девушка это очень красиво мне было страшно немножко по курумнику я чуть-чуть поныла но потом собралась ну вид того стоил конечно же ну вот поднялись на первую смотровую что идем дальше то вот здесь на вершинах такие пирамиды это культовые знаки коренных народов саамов прошли 5 километров всего из 20 запланированных уже пять часов вечера преодолели очередной карнизик думали уже там вершина а там вон еще и мы видели вчера только вот малую часть озера вот до этого острова а озеро оказывается это только треть озера мы вчера посмотрели она указала так продолжается еще вид конечно на миллион отсюда как самолета но по крайней мере с вертолета вот собственно ради таких видов мы сюда и шли вова говорит очень похож на исландия но только там нету лесов да и мы счастливы вид на миллиард ни капельки не пожалели что заперлись сюда конечно суровый был подъем по курумом но зато сверху тут шикарный вид шикарный и лав озеро и сид озеро и лав озерские тундры суб арктические луга суб арктические пустыни уже практически курумники снежники ручьи ради этого стоило сюда подняться мы теперь мы идем в обратный путь до тропы которая ведет на спуск два километра сплошное поле курумник вот наши пробирают суровые девчонки жужа и еще жужа две жужи розовый снег да а внизу тоже розовый снег смотрите вот по этому ущелью мы прошли поднялись получили поднялись потом вот так в лоб на полочку и по полочке идем траверсом собственно вот так и тают снега превращаясь в ручейки а потом превращаясь и в реки миша нашел какие-то прозви в скалах искусственного происхождения он зовет посмотреть обнаружили какие-то странные пазы в граните явно рукотворные какие-то древние каналы непонятно для чего причем есть вот боковые выемки и они идут одна за одной параметры ну да здесь больше боковые выемки они пошли смотрят розовый снег пошли побежали розовый снег это наверно какая-то геология польши здесь такая что она надувает он реально розового цвета кто там живет в этой пещере кто там живет в этой пещере а это там живут жужи жужи живут вот это жужи вот они здесь были ну фантастические расцветки вообще какой-то космический пейзаж да какой-то марсианский марсианский грунт ну вот непонятно что ему придает красный оттенок вот такая кирпичная пыль снег потрогал на руках как будто кровь красного цвета но мы дальше наше сегодняшнее путешествие продолжаем вот он снежник красного цвета вах 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 фантастика ребята это фантастика вот здесь увидел какие-то лишайники красного цвета может это снег из-за них такой здесь на камнях растут мхи и лишайники вот собственно лишайники а вот и идем траверсом вдоль сейд озера и тут открылась невидимая нас с предыдущей обзорной вот эта часть это у нас получается западная часть озера мы ее не видели а сейчас вот у нас озеро во всей красе хорошо мы пошли по этому маршруту но обратно возвращаться можно здесь спускаться намного проще а вот внизу сейчас хорошо видно экологическая тропа через болото по которому вчера путешествовали деревянная вот она прям тоненькой ниткой желтой проходит ребята внизу сказали здесь вот на этой полочке какое-то культовое сооружение называется метеостанция не знаю почему но везде такой курумник курумник маленьком здесь такие скалы прям такие огромные это что-то здесь натворил великан куйва и глыбы ну вот мы и нашли долгожданную тропу по которой теперь будем спускаться вниз такая ярко выраженная натоптанная что-то там они нашли а что черника голубика голубика но видишь он южный склон лучше прогревается видно это называется выпас скота внизу нету голубики а здесь голубика прям много голубики увидел сдали такой необычный камень ну да только великан куйва мог вот так принести и на двух точках опоры поставили такой огромный камень вот по ним просветы я думал кострища здесь молитвенник жертвоприношения великану куйва посмотрел в карманах у нас только визитка вот с нашими путешествиями оставим здесь пусть великан посмотрит про наше путешествие здесь много по вершинку вот таких пирамидок говорят какие-то культовые места саамов местной народности вот отсюда он эффектно смотрится на самом деле как будто его кто-то принес потому что здесь везде нету вообще нету крупных камней рядом как будто его специально принесли и поставили на подставочку смотрите как стоит на грани квадратный камушек стоит вот на такой маленькой грани его наверно не столкнешь монолитно стоит чудеса природы чудеса природы тут везде ребята внизу пошел их догонять километров 10 нам еще до лагеря сейчас 7 часов вечера входим зону леса начинается наши друзья прилетели здесь прям еловая тайга елки до небес посмотри спустились сразу попали вот на такой пляж вот это курорты турции да теперь наша тропа вдоль озера пласкач вот здесь есть маршрут круговой вокруг сейд озера по берегу идет тропа разнообразная то пляжики то какие-то бухты островочки просто идешь дыши воздухом захотел подошел берегу искупался дальше пошел и там полюбовался видами вот гриб чага вот так растет на деревьях вот его заваривать получается очень вкусный напиток чайный такой прогнал ребята здесь у нас еще один такой серьезный брод в окончании маршрута чтобы не расслаблялись а они еще острые все на себя взвалил вот так здесь вышли на рыбашок полуостров там еще впереди нас еще один брод и мы перебрались преодолели сейчас брод здесь должен был быть на этом месте мост но его нет и мне даже это нравится это добавило какого-то антуражу экстрима чуть-чуть нашему походу и наш путь продолжается мы по этой тропинке уже ходили но пройдемся еще разочек наши перекусы сегодня не съели потому что плотненько позавтракали макароны с мясом и после сыпухи после круговника здесь по болото вот такая проложена дорожка идти просто как по асфальту и ты идешь просто отдыхаешь мороженое очень вкусно после такого перехода марк самый героический сегодня мы уже идем ноги заплетаются 20 километров прошли запланированных он бодрячком бежит мы уже все шоке а он носится здесь неугомонный турист водник наступила ночь холодно я здесь заметил как ночуют шмели за него так на цветах устраиваться и в каком-то анабиозе все они спят солнце встань дадим проснуться сегодня пятый день нашего похода это экватор и он был кульминация принципе нашего похода мы стремились именно ради этого мы сюда и ехали чтобы увидеть лавоозерские горы и мы их увидели во всей красе виды которые сегодня открывались наверное самые одни из самых красивых которые я видел на севере нам повезло с погодой здесь есть такой легендарный великан куйва которым поклоняются местные жители самые и вот он нам подарил эту красоту всю ночь лил дождь а сегодня он нам подарил просто фантастическую погоду облака вся команда здоровски прошла все прошли все здорово все на позитиве команда у нас отличная даже девчонки там был разрушенный мост ну там раньше существовал мост с его нет и приходил сброд они даже и хорошо это такая приключенческая составляющая нашем походе они довольны на позитиве пришли в лагерь вот здесь уже стоим у нас завтра запасной день и мы его используем здесь на дневку мы сходим на сейд озера еще хотим перетащить туда одну байдарку там порыбачить кто-то будет собирать ягоду кто-то будет нежиться на пляже кто-то будет рыбачить вот такой у нас день завтра сейчас вот два часа ночи вот такой прекрасный вечер так закончился на сегодняшний день и он и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»